Твое лицо выражает счастье. Сзади Михаил что-то срочно дошивает к фестивалю. Едем на Русборг. Твое лицо выражает счастье. Прошел ровно год и вот мы снова на фестивале Русборг, который многие называют Дружборг. Почему? Потому что это фестиваль друзей. Что ж, покажем фестиваль подробнее. Пойдемте погуляем по лагерям. Первым делом за воротами крепости мы встречаем кузницу Велланда. Ребята делают одно из лучших на ютубе кузнечных шоу. Антон и компания занимаются исторической реконструкцией и на фестивале присутствуют как участники. Здесь они не праздно проводят время, а ведут мастер-классы по кузнечному делу для всех желающих. Делятся опытом. Под чутким руководством начинающие кузнецы выковывают свои первые гвозди. Показывая не отмолотый, Василиса готовит обед для участников кузницы. Кузнечное дело – важнейшее ремесло в эпоху раннего средневековья. Мы задали Антону несколько вопросов о работе кузницы и их проекте на ютубе. В какой-то момент меня увлекло именно это ремесло, и я у себя на даче собрал примитивную кузницу, потом понял, что надо еще и поучиться где-нибудь, нашел мастера, который согласился меня учить. И так вот оно пошло-поехало как хобби, и где-то спустя год, пока я занимался этим как хобби, я понял, что не хочу больше ничем заниматься и хочу этим попробовать зарабатывать на жизнь. Антон, когда 100 тысяч подписчиков? И что произойдет, когда они наберутся? Ну, как мы и обещали нашим подписчикам, на 100 тысяч мы выпустим полноценное видео о создании меча. Рекомендуем канал Кузницы Веланда, ссылка в описании. Передавайте приветы от Секиры в комментариях. Первый Русборг прошел в далеком 2005 году. Мы участвуем в фестивале с 2006 года. Со времен первого фестиваля очень многое изменилось, и масштабы выросли, и требования к участникам. Историю феста мы поведали в нашем ролике о Русборге 2020. Сейчас же сосредоточимся на самом интересном. Фестиваль, посвящен эпохе викингов и Древней Руси, является самым крупным в России. Сопоставимым по масштабу является наш собственный фестиваль «Былинный берег». Русборг проходит всегда на 2-е майские, в 5 километрах от города Елец, что в Липецкой области, Россия. Площадка фестиваля представляет собой реконструкцию круглой крепости викингов. А сам фестиваль является собой полевой военно-торговый лагерь, изображающий Тинг или Альтинг. Древний скандинавский общий сбор, на котором решались военные, судебные, торговые и иные дела. Миша поправляет товар на стендах. Мы приехали торговать же. Но не только торговать, но и воевать. Пока Саша снимает, я, Миша и наш товарищ Дима Черкасов втроем собрались. Да, пришлось укоротить копья, а то бы мы всех победили. И вот, сходки начинаются. Снимать бои сложно. Мы постарались показать вам немного геймплея. А Саша даже любезно отметил мои попадания по оппонентам. Надо ли снимать больше войны изнутри? Скажите нам, напишите в комментариях, у нас есть идеи на этот счет. Как это все показать, ярко и интересно. Для современного человека есть не так много возможностей почувствовать себя воином и развить воинский дух. Это нельзя сравнить с настоящей войной. Но здесь есть дух соперничества, борьбы. В тренировках закаляются воля и навыки. А на фестивале они находят свое применение и прямое сравнение с навыками других. Проигрывая, мы ложимся, затем снова встаем и снова идем в бой. Прямо как в настоящей Вальгалле. А опьяняющее чувство победы не передать словами. Здесь мы с Димой, старым участником нашего клуба дружины Эльзиарн, лишились прикрытия своих щитников и держим в строй оппонентов копьями. В этот момент нас можно легко смять, но друзья с той стороны не атакуют нас, и мы даже забираем кого-то в нашу пользу. Один щитник приходит нам на помощь, это выравнивает ситуацию. Подоспев со своим копьем, нам помогает Ингвар из клуба Асатейн. Мы идем вперед, победа за нами. Следующий сход. Не пробил. Мы выиграли шесть сходок из семи, и только в одной из них я выжил до конца. Бой скоротечен и среагировать на все невозможно. Сейчас ты ловко поражаешь оппонента, а в следующее мгновение кто-то уже дотянулся до тебя издалека по диагонали. А ты его и не видел. Неубиваемых нет, даже лучшие бойцы падают. В одной сходке я наколол девять противников, в другой пять, а в двух сходках погиб в первые тридцать секунд, не выведя из строя ни одного товарища из противоположного строя. Заканчиваются бои всегда братаниями и дружескими объятиями. Мы здесь все друзья. Хочу передать привет моей маме. Мирная жизнь фестиваля. Как всегда много детей, с каждым годом все больше. Пара вопросов главному организатору Русборга Павлу Семенову. Всех нас сюда привела в свое время любовь к истории. Растет ли объем твоей любви к истории с каждым новым Русборгом? У меня любовь к истории была изначально очень большая. Поэтому она у меня не то чтобы растет, она у меня скорее модифицируется. Я люблю разную историю в разные периоды. Если в начале своей реконструкторской деятельности мне нравилась история в плане костюма, доспеха, потом сражения, то сейчас мне нравится градостроительство, например. Я не подаю крепость на детали костюма, но вот сейчас подумал, действительно стоит, наверное, начинать подавать. Да-да-да. Я в этом году кое-что сделал для своей реконструкции. Я себе колчан сделал, лук себе заказал. У нас есть на канале большое интервью с Палем. Кроме организации фестиваля, он известен как строитель самого большого в России действующего дракара-викингов. В продолжении рассуждения о войне на фестивале турнир один на один. Одна из самых сложных и травмоопасных номинаций, требующая высокого уровня подготовки, тренировок, силы, скорости, ловкости к поставленной и наработанной технике. В нем участвуют лучшие поединчики, к коим мы себя не относим, поэтому и не участвуем. Кроме номинации «Щит-меч» проводится турнир в номинации «Щит-копье». В раннем средневековье для скандинавов построение воинов, вооруженных большими круглыми щитами и копьями, было основным видом ведения боя. Мечи и топоры выступали вспомогательным оружием. Начинается состязание дружин в боях 12 на 12. Самая жесткая номинация. В ролике о Русборге 2020 года мы уделили ей недостаточно внимания и теперь специально подсняли эти бои побольше. Нас даже просили показать их дольше. Насладимся пиром дружеского насилия. В узком проходе не разгуляться. Бойцы стоят максимально плотно. Есть только один путь для движения – прорыв вперед на врага. Сама механика боя провоцирует лишнюю агрессию, но тем зрелищнее бои. Одни не считают удары, их сажают судьи. Другие ругаются прямо на поле боя о соблюдении правил. Кровь закипает, все на нервах, никто не хочет отдавать победу. Кто-то методично выкалывает противника, кто-то играет от обороны, другие идут в навал на прорыв. У каждой команды своя предпочитаемая тактика. Побеждают лучше. «Старая школа! Старая школа! Старая школа!» «Старая школа! Старая 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 Бои продолжаются, мы продолжаем нашу прогулку по лагерю. Простые сценки быта, девушка ополаскивает посуду, парни готовят обед в котле. Мы идем дальше. Одной из самых ярких и эстетически приятных лавок на ярмарке является шатер мастера Йона и Екатерины Велги. Катерина – одна из самых лучших специалистов по скандинавскому костюму в России. У нее тоже есть свой канал на ютубе, ссылка в описании, и мы задали ей несколько вопросов. Кась, смотри, ты занимаешься тканью, костюмами историческими, керамикой и многим другим, в том числе, насколько я знаю, даже особыми интерьерами квартирными, дизайнерские такие проекты у тебя есть. Я не знаю, что я дизайнер. Ты как скульптор, как в чем-то бог работаешь, да, то есть ты ничего, делаешь что-то. Вот этот факт creation, он меня больше всего, наверное, восхищает и возбуждает творчество. Дай пару или даже тройку советов начинающим реконструкторам, с чего стоит начать изучение костюма исторического, чтобы сделать все правильно и ни в чем не ошибиться. Ты знаешь, когда ко мне приходят люди с таким же вопросом, я всегда им говорю, вы себе задайте вопрос, зачем вам это. Потому что вот это вот желание заниматься исторической реконструкцией, оно очень часто завязано на очень разной мотивации. Кто-то приходит, потому что у нее уже молодой человек занимается, девушка. Какой-то парень хочет тренироваться, ему просто нужна какая-то одежда, чтобы вы взяли и он тренировался. То есть нужно задать такой внутренний, искренний вопрос себе, зачем я это занимаюсь. А если это, например, действительно какая-то музейная уже работа, то, несомненно, нужно начинать с источников, а не с того, что вот я нашел на полке в магазине дешевую ткань, надо из нее пошить. Конечно, источники – это первостепенная вещь, которую нужно изучать. Тем более сейчас источники широко доступны прямо в интернете и, кроме того, информация доступна в том числе и благодаря твоему ютуб-каналу. Спасибо большое, да. Какие у тебя планы на твой канал, скажи? Планы на мой ютуб-канал, но он возник спонтанно, он возник в пандемию, когда мне просто не хватало некого общения, которое раньше мне был, ну, в фестивале, люди, которые консультировались со мной во время пандемии. Это, конечно, все было ограничено, и поэтому я решила давать некие рекомендации и делать мастер-классы в форме видео. К тому же это тоже определенный творческий процесс, когда это ты снимаешь, монтируешь, делаешь какие-то задники красивые, на которых ты все это делаешь, снимаешь. Вот. Поэтому по ютуб-каналу я пока плыву по течению, я рассказываю людям то, что я умею, знаю, да, то, что касается вот керамики, текстиля. Но и в то же время пытаюсь, например, делать какие-то красивые по саду, по нашему, по дому видео, просто рассказывать, как я это делаю и как мне мой муж помогает. Еще немного простого исторического быта. Клуб исторической реконструкции Фардренгер. Они вывезли один из самых больших и антуражных лагерей на фестивале. Русборг не только территория войны и торговли, но и ремесла. В течение фестиваля проходит множество мастер-классов. Нас наиболее привлек семинар Евгения Ербенева по историческим музыкальным инструментам. Здесь смалый кусочек, а целиком мы его выпустим отдельным роликом. Буду рассказывать вам про музыкальные инструменты. Мы с вами пройдем от девятого века и до ближайших времен. Ну а начнем мы с самых архаичных инструментов и в то же время самых сказочных. Может быть это как-то взаимосвязано. Настал самый трудный и яркий день фестиваля. Открытый день для гостей. Идет торговля, идет дождь, дует ветер. Прекрасное настроение, прекрасный фестиваль. Все как всегда. Вход бесплатный для всех желающих. Три дня на Русборге идет закрытая программа для реконструкторов. А на четвертый день мы, реконструкторы, показываем историю, наши навыки и умения гостям. Наш магазин Секира и наши друзья и соседи «Мастерская связь времен» торгуем. В это время на поле бойцы демонстрируют навыки в маневрах и перестроениях, готовясь к самым масштабным сходкам фестиваля. Кто-то спросит, мол, а при чем тут Руси, Россия, если речь о викингах? Ну, во-первых, почему бы и нет? Являясь гражданами державы мирового масштаба, мы давно привыкли выносить наши интересы далеко за пределы родной культуры и истории и интересоваться в том числе историей и культурой других народов. Во-вторых, эпоха викингов тесно связана с историей Древней Руси. На Русь приезжало большое количество наемников и торговцев из скандинавских стран. Через территорию Руси шли важнейшие для Европы торговые пути раннего средневековья. Днепроднестровский торговый путь, известный нам как путь из варяг в греки, и Великий Волжский торговый путь. Эти пути были одними из основных каналов движения арабского серебра в Европу. Многие другие товары двигались по этим путям в оба направления. Фактически, именно эти торговые пути стали основой экономики зарождавшегося в 9-11 веках древнерусского государства. Вообще, эта тема вполне себе для отдельного полноценного выпуска. За Елецелепевскую область можно порадоваться, что у них есть такой замечательный фестиваль мирового уровня. Бои – самая зрелищная часть программы. Весталище плотно окружено зрителями. На поле творятся сражения. Боевые сходки, как всегда, заканчиваются обнимашками. Это чувство настоящего братства. На Русборге собирается порядка тысячи участников. У одного из них, весьма известного, мы взяли интервью. Я вас категорически приветствую. Это, правда, фраза-то не моя, это гоблина. Я обычно так не говорю вообще, я говорю всем привет. Это вот моя фраза. Клим, скажи нам, зачем заниматься исторической реконструкцией? Во-первых, потому что мы можем. Это самое главное. Во-вторых, ну, для всех по-разному. Есть просто военно-исторические туристы, которым нравится одеваться в нелепые костюмы и спать под кустом. Это вполне уважаемая мотивация. Есть люди, которым интересно это все как некий археологический эксперимент. И мы отлично знаем, что за 10-15-20 лет реконструкции сложилась целая когорта по-настоящему передовых ученых в России, которые двигают военную историю в принципе. Вот там от самого раннего средневековья Сергей Юрьевич Каинов заканчивая, например, 17-й веком Олег Курбатор, к примеру. Или люди, которые там примыкают к движению, как Олег Двуреченский, например. Как тебе фестиваль Русбург? Как дома побывал. Вообще, очень хорошо. Второй год здесь замечательно, замечательно. Потому что вот этот вот антураж крепости, много народу, что я вообще люблю. Потому что начинал я с фестивалей, которые делал сам, типа Выборгского замка и Русской крепости в Приозерске, в Карелии. Это мы были. Все бывали. Там же, как обычно, 800, 1200, 1500 человек, что-то такое. Сейчас все фестивали на позе средневековья очень сильно измельчали, да и на раннее тоже. Ну а шанс приехать, чтобы потусить в компании тысячи единомышленников дорогого стоит. Что ж, благодарю. Стараемся. Спасибо. Всем привет. Спасибо. Спасибо.